День с толком 4 тысячи рабочих мест и миллиардные вложения В Новоалтайске откроют крупный логистический центр Попрощаться с кольцами, трамвайным и троллейвусным Как власти Барнаула собрались развивать туркластер города? В Алтайском крае открыли сезон дракрейсинга Какие планы на автоспорт у организаторов и пилотов? В Алтайском крае продолжает работать делегация из Луганска Сотрудничать с республикой наш регион начал еще в прошлом году После подписания губернатором Виктором Томенко соглашения со славяно-сербским районом В программе делегации визит в лучшие муниципальные и населенные пункты Алтайского края К примеру, село Бочкари и поселок Дружба В этих местах развито государственно-частное партнерство в сфере развития социальной и дорожной инфраструктуры Также в повестке обсуждение проблем районов и посещение фестиваля «День России» на Березовой Катуне Напомним, сейчас Алтайский край помогает славяно-сербскому району ЛНР восстанавливать инфраструктуру, дороги и школы Также поддержка оказывается в сферах внутренней политики, образования, здравоохранения, культуры и спорта Крупный логистический комплекс появится рядом с Барнаулом Новый объект планируют возвести в Новоалтайске Согласно проекту, комплекс подойдет для нужд малого и среднего бизнеса, ритейлеров и маркетплейсов Моя коллега Мария Костылева выяснила все подробности Этот пустырь – бывшая территория воинской части Однако спустя два с половиной года здесь должен появиться крупный логистический центр Общая площадь внушительная, она составит порядка 90 тысяч квадратных метров Для Новоалтайска событие значимое Так, в течение нескольких лет здесь должны организовать более 4 тысяч рабочих мест Согласно проекту, объем инвестиций в этот логистический комплекс должен превысить 4 миллиарда рублей Соглашение об этом было заключено на днях в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме Скрепили документы подписью губернатор края Виктор Томенко И генеральный директор новосибирской компании-застройщика Андрей Рожко Мы инвестируем в развитие логистической складской отрасли в Алтайском крае Где сейчас наблюдается достаточно серьезный дефицит в складских помещениях высшего класса, так назовем В простонародье класса А К примеру, если посмотреть соседний регион Новосибирской области Где уже площади повышают полтора миллиона квадратных метров В Алтайском крае это не достигает 50 тысяч квадратов И это при том, что спрос достаточно высокий У бизнеса действительно есть потребность для размещения Было бы где и будет По мнению губернатора, реализация масштабного проекта Существенно улучшит развитие логистических услуг в регионе А также расширит деловые связи Представляем землю, обеспечиваем инфраструктуру и так далее В общем-то, хороший инвестиционный проект Который обеспечит и увеличение объема инвестиций И естественно, как всегда, объем налоговых платежей По словам местных властей, для Новоалтайска это огромный шаг вперед в плане развития города Кстати, к работам уже приступили на днях Это будет огромная территория, 24 гектара Новосибирская компания сделает полностью всю инфраструктуру Построит полностью все дебаркаторы, складские помещения, дороги Плюс вспомогательные сделает строение для персонала Все те сети и какие-то крупные наши оптовики, которые работают на рынке Алтайского края Будут пользоваться этим логистическим центром Порядка 40 тысяч складских помещений планируют закончить достаточно в быстром темпе Уже в декабре следующего года Окончательно завершить строительство намерены в 2027 году Мария Костолева, Алексей Фризин, День с толком А далее тоже новости из Новоалтайска, но уже совсем не позитивная Товарный поезд насмерть сбил мужчину По предварительным данным, местный житель был пьян Рядом с погибшим лежал рюкзак и бутылка из подводки Как мужчина оказался на путях и другие обстоятельства произошедшего Предстоит установить правоохранителям А в Барнауле на Змеиногорском тракте накануне заметили невозмутимого мужчину Который прилег на трамвайные рельсы с телефоном Здесь обошлось без трагедии, но движение трамваев временно было заблокировано Создать единое туристическое пространство в центральной части Барнаула Планируют городские власти Эту часть города хотят сделать более востребованной Как для бизнеса, так и для горожан и туристов Какие шаги необходимо предпринять, чтобы задуманное стало реальностью Обсудили в рамках выездного совещания власти города, транспортники и архитекторы Пешеходная Молотобольская уже стала центром притяжения горожан Здесь особенно многолюдно в новогодние праздники Но места все равно немного Для народных гуляний и проведения массовых мероприятий Власти хотели бы его увеличить И сделать доступной для горожан и туристов целую площадь Идея есть, есть и предложение, что для этого предстоит предпринять А именно перенести трамвайное кольцо, расположенное в самом начале Социалистического проспекта Куда конкретно, пока на стадии обсуждения В рамках совещания власти обсудили и возможность переноса разворотного троллейбусного кольца на речном Здесь и место переноса найдено Спартак-2 Вячеслав Франк в рамках выездного совещания затронул также тему объединения Демидовской площади, сереброплавильного завода, центрального парка, улиц Молотобольская и Льва Толстого, набережные Аби и зоны Ковша с выходом к Изумрудному парку в один пешеходный туристический маршрут По его мнению, и с ним согласились все участники совещания, таким образом получится сделать центральную часть города более востребованной среди жителей и приезжих, а также привлекательной для бизнеса Пока все предложения на стадии обсуждения Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, день с толком А тем временем на Барнаульском Арбате пропали электросамокаты Ранее кикшеринговые компании размещали там свои самокаты, которые пользовались большой популярностью Причина в ограничении, которое теперь действует на Молотобольской С 10 июня там запрещено движение средств индивидуальной мобильности От проспекта Социалистического до Ленинского установлены дорожные знаки, ограничивающие движение на электросамокатах Кроме того, кикшеринговые компании теперь вынуждены ограничивать движение самокатов в этой зоне на 100% То есть электросамокаты просто будут неактивны Для тех, кто захочет проехаться по пешеходной улице на личном электросамокате, предусмотрен штраф 800 рублей Молотобольская – это первая улица в Барнауле, на которую запрещены средства индивидуальной мобильности Но не исключено, что список таких мест будет расширен В Алтайском крае открыли юбилейный 20-й сезон дрэк-рейсинга Аэродром Панфилова в Калманском районе собрал более 80 участников из разных регионов России Как прошли соревнования и какие планы по развитию автоспорта в регионе на следующий год Смотрите в репортаже Данила Кузнецова Несмотря на хороший прогрев, полноценно проехать у синей Годзиллы не получилось В скайлане восходящей звезды Андрея Ганзина перегрелась закись азота Легендарный алтайский гонщик Олег Крохин и вовсе не приехал на аэродром Панфилова Поскольку после взрыва ДВС машину так и не восстановили Так что конкуренция в классе без ограничений на первых в сезоне соревнованиях по дрэк-рейсингу была небольшой Победа ушла немецкому автопрому в лице Ауди ТТ Владимир Кононов рвал всех на своем 402-метровом пути Так что ему сходу покорились соревнования всероссийского и краевого уровней Главными конкурентами немецкому автопрому стали японские самураи Заряженные марки и Субару хоть и не так часто заходили в тройку лидеров При зрительских симпатий они себе точно обеспечили Позитивные, одни позитивные эмоции И мы любим сюда приезжать, то есть общаться со всеми Всех знаем судей, гонщиков, участников Даже зрители уже постоянные болеют за нас Они приезжают поболеть за пилота А вот российского автопрома из года в год все меньше Зато он быстрее и быстрее Чего только стоит лада Александра Рапацевича С двухлитровым мотором от Opel и коробкой от Mitsubishi На своей машине здесь он выступает уже 15 лет Я как сегодня помню первый результат Это было что-то порядка 14,8 Тогда оказалось супер быстро Сегодня мы амбициозно целимся в 10 секунд Пытаемся разменять То есть на сегодня лучший результат Кстати показано вчера 10,1 Кстати в этом году дрэгрейсингу на Алтай исполняется 20 лет В честь этого на аэродроме наконец-то появилась полноценная инфраструктура Для организаторов соревнований Помещения соорудили из контейнеров Но дальше больше Буквально в начале этого года Мы выиграли тендер на землю То есть вот здесь буквально через дорогу Администрация нам передала 15 гектар земли Под строительство автодрома Но там будут у нас дисциплины такие классические Как кросс, ралли-кросс, трековые гонки Проект трассы уже сделан и находится на рассмотрении По словам организаторов Соревнования там будут не только местного уровня Но и возможно даже всероссийского Поскольку трек сразу собираются делать по самым жестким требованиям Не исключено, что первые гонки на нем проведут уже в 2025 Что же касается дрэгрейсинга Следующий этап на аэродроме Панфилова состоится 20 и 21 июля Данил Кузнецов, День с толком Социалистический проспект перекроют в Барнауле завтра, 12 июня Ограничение будет действовать в районе Площади Свободы с 7 до 11 часов утра Проезд будет закрыт от улицы Пушкина до Ползнова В эти часы там проведут гарнизонный развод 1-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Стоит обратить внимание, что во время перекрытия проезда Автобусы будут ходить по измененным схемам И к следующей теме Винтажные вещи набирают все больше популярность в современном мире Модные инфлюенсеры скупают ретро-одежду и составляют необычные образы Почему винтажные изделия снова в тренде и как выбрать действительно стоящее Расскажем в следующем сюжете Винтаж – это отражение эпохи И когда мы смотрим на винтажную вещь, мы сразу понимаем, какие это примерно года Посмотрите, вот воротничок, да, такие подплечники Нетривиальный такой крой, который сразу выдает, так скажем, возраст И это австрийское производство, ну, просто потрясающее платье Любовь к винтажу появилась у Дарьи еще с детства Девушка много путешествовала и посещала винтажные магазины Когда началась пандемия, она стала распродавать вещи, которые купила на блошиных рынках А позже и вовсе открыла дело своей жизни – винтажный магазин Я готова петь «Оды любви» винтажным вещам, потому что это уникальность Это качество непревзойденное То есть ткани, пошивы, которые были раньше, вы сейчас нигде их не найдете Потому что вот этот вот бесконечный поток производства, как сейчас Он не сравнится с тем, что было, допустим, 30 лет назад, когда люди работали на результат, а не на количество По словам Дарьи, каждая вещь имеет свою историю, связанную с определенным временем событием Люди выбирают винтажные вещи, чтобы быть уникальными Носить винтаж – значит быть непохожим на других, создавая свой неповторимый стиль К винтажным вещам у меня самое положительное отношение И я думаю, что это со мной останется на очень долгие годы Винтаж – это в первую очередь уникальность и потрясающее качество Проходя по улице, можно поймать на себе очень много взглядов прохожих Комплименты от девушек, от мужчин Это очень ценно, приятно А чтобы быть в центре внимания и тоже получать комплименты, достаточно немного свободного времени и желания Так за несколько часов можно преобразить любую базовую вещь На Марии сейчас вы можете увидеть наглядный пример, как можно преобразовать вещь, которая надоела, грубо говоря Это был обычный мужской костюм, который мы просто укоротили, сделали укороченный пиджак и сделали брючки Как считают истинные ценители винтажной одежды, сейчас в магазинах не так много качественных и действительно запоминающихся нарядов Многие модницы в погоне за трендами забывают о своем индивидуальном стиле А ведь он может быть совсем рядом Достаточно заглянуть в шифонер своей мамы Дарья Денисова, Дмитрий Денисов, день с толком А теперь к новостям спорта Футболисты Динамо провели очередную игру на родном поле В соперниках один из аутсайдеров лиги Акрон-2 Как складывался поединок в проливной дождь? Об этом и не только расскажет наш спортивный журналист Дмитрий Дроздов Несмотря на сильный дождь на стадионе Динамо было многолюдно Болельщики пришли посмотреть на игру белоголубых против молодежки Акрона Гости замыкали турнирную таблицу, но начали матч активно Правда, пропускали несколько острых контратак от Динамо Моментов было много у тех и у других, однако в этот день свезло гостям Акрон на 71-й минуте делает счет 0-1 Победив матч, итальятинцы обходят белоголубых и отправляют их в низину турнирной таблицы Какое-то фатальное невезение На выезде пропускаем гол за минуту до конца Здесь, несмотря на погоду и состояние поля Но во втором тайме висели на воротах соперника Но опять же не забили, в первом тайме забили гол, его отменили Будем смотреть повтор Поэтому больше нет слов В Барнауле разыграли титул короля Европы по боулингу Одноименный турнир стал одним из самых масштабных в регионе В нем приняло участие больше 140 человек Раунд квалификации прошли опытные игроки И в финальном этапе была настоящая заруба И здесь спортсмены обращали внимание даже на шары и дорожку Очень большую роль играют шары Спортивные шары все индивидуально присверливаются под руку игрока То есть в зависимости от стиля игры может быть хват трехпальцевый либо двухпальцевый По итогам нескольких дней боулинговых баталий Третье место в соревнованиях занял Игорь Исаев Серебро досталось Дарье Коломенской А титул короля Европы заслужил Константин Гайдар Дмитрий Дроздов, День с толком Стерпится, слюбится, даже если сначала вы живете в разных вольерах Черно-белые молодожены сыграли широкую свадьбу в Барнаульском зоопарке У зебр даже появилось свидетельство о браке Жених нервничает, переживает, волнуется Жуза, иди сюда, моя хорошая Жуза, жуза Жуза Горько! Отмечают свадьбу зебр по русской традиции уже несколько дней Есть и свидетельство о заключении брака, подписанное директором зоопарка У молодоженов нет только платья и костюма Зебры не поддаются приручению и дрессуре, поэтому наряжать их опасно для здоровья Загнанная в угол зебра способна забить копытами даже небольшого льва Но у полосатых и так есть свои уникальные наряды Зебры чапмана не белые в черную полоску и даже не черные в белую В их окрасе чередуются белый, черный и коричневый цвета Полосы у всех зебр уникальны, как наши отпечатки пальцев Поэтому, когда у пары появляется жеребенок, к маме и малышу никто не подходит Он должен запомнить окрас мамы, чтобы всегда ее найти и отличить от других особей Василий живет в Барнульском зоопарке уже несколько лет Он приехал из Красноярска А для Зузу лесная сказка стала домом более года назад Она родилась в зоопарке Лимпопо Нижнего Новгорода Пару уже пытались соединить, но неудачно Василию не понравилось новое соседство Василий был не очень рад гостеприимству и опять же соседству Зузу Он ее всячески обижал, кусал, бил Что нам пришлось зимнее помещение разделить на два равных И таким образом они жили по отдельности А вот это весной впервые мы их соединили По словам сотрудников зоопарка, зебры подросли и стали готовы к сожительству Как мы видим, несмотря на скверный характер, пара живет в согласии Сотрудники зоопарка уверены, что в следующем году появится полосатый жеребенок Алена Николаева, Дмитрий Денисов, День с толком А на этом у меня все новости Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях Напоминаю, что телефон нашей редакции 205-545 Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует До встречи в эфире Смотрите нас на 23-й кнопке в соцсетях Смотрите нас на 23-й кнопке в соцсетях